Я приветствую зрителей канала АТВ. Это полезный проект Среда. Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них около 900 тысяч живут с ВИЧ. Каждый час в России заражается 9 человек. Конечно, сегодня ВИЧ-инфекция уже не чума 21 века, а хроническое заболевание, которое можно эффективно лечить и жить дальше. Однако ситуация с заболеваемостью, безусловно, напряженная. Поэтому ей уделяется такое внимание на уровне государства и в нашей программе. В нашей студии сегодня главный врач Ставропольского краевого центра СПИД Денис Штанев. Денис Владимирович, здравствуйте. Мы действительно эту тему в последнее время в программе часто поднимаем. И чем чаще мы об этом говорим, тем больше, мне кажется, что говорить надо еще чаще. Потому что вдруг вскрывается, что не все до конца понимают, что такое ВИЧ, что до сих пор все, ну не все, многие между понятиями ВИЧ и СПИД ставят знак «равно». И что бытует огромное количество мифов, которые нужно каждый день все-таки развенчивать. Мы с вами встречаемся сегодня не случайно. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединяются для поддержки, наверное, тех, кто живет с ВИЧ, чтобы вспомнить тех, кто умер от каких-то сопутствующих заболеваний. Скажите, почему именно 1 декабря? Вы знаете, на самом деле дата была выбрана абсолютно случайно. То есть она не приурочена ни к какому, ни к трагическому событию, ни к какому там победоносному прорыву. Нет, ничего такого не было. В 1988 году два специалиста Всемирной организации здравоохранения решили, что эта дата будет наиболее удачной для того, чтобы впервые объявить о проведении вот такой масштабной акции, которая должна действительно объединить было все. Во-первых, обратить на себя внимание, внимание на тогда еще ВИЧ-инфекцию СПИД, потому что это был 1988 год. Это было время, когда не так давно ведь выявилось это заболевание. И сначала считали, что не имеет оно отношения ни к каким ни вирусам, ни бактериям. Только чуть позже, спустя несколько лет, действительно, ученые обнаружили, что заболевание является следствием заражения вируса. Но, тем не менее, очень долго существовало понятие, что это болезнь СПИД. Что это действительно синдром приобретенного иммунодефицита. И действительно нужно было обратить внимание населения всего земного шара на эту проблему, потому что от СПИДа в то время умирало действительно много. Умирали молодые, умирали достаточно быстро, умирали от заболеваний, которые были... Умирали мучительно. Да, ну, любая смерть, скажем, неприятна, но здесь смерть происходит от каких-то таких достаточно редких заболеваний, которые не встречаются среди людей, имеющих хороший иммунитет. Это или онкологические заболевания, или редкие инфекционные заболевания, характерные именно для людей со сниженным иммунитетом. И действительно усилия нужно было объединять. В 1988 год появляется только самый первый препарат для лечения ВИЧ-инфекции. Люди еще не знают, какая им предстоит история борьбы с этим заболеванием. И действительно объединяют. Во-первых, чтобы люди знали, что существует угроза. На тот момент уже прекрасно понимали, есть определенные пути передачи, они не изменились, может передаваться через кровь половым путем и от матери к ребенку. Существует проблема, по которой люди, попадающие в различные медицинские организации и носители этого заболевания, порой отвергались обществу. Им не уделялось достаточно внимания, поэтому нужно было в обществе актуализировать эту проблему. И объединить усилия на борьбу именно с этим заболеванием, а также борьбу с дискриминацией и стигмами, которая в те годы уже достаточно активно, ярко проявлялась. То есть нужно было людей вывести из сумеречной зоны, нужно было эту болезнь как-то объявить общенациональной проблемой и уделять достаточно много внимания. И требовались достаточно колоссальные финансовые вложения. Вложение на разработку новых препаратов, на изучение этого заболевания, на поиск новых способов профилактики сделать это в одиночку было невозможно. Всемирная организация здравоохранения принимает решение проводить ежегодно 1 декабря день борьбы со СПИДом и каждый год ставить какие-то новые задачи на будущее время, чтобы решать те или иные актуальные вопросы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Но дата была выбрана абсолютно случайно. Это мог быть любой день. Абсолютно. И, собственно, на самом деле мы сегодня можем сказать, что любой день, какое бы ни было число, может и должен быть днем борьбы со СПИДом. Потому что вот то, о чем вы говорите, да, проблема, которая стояла в 88-м году, она и сегодня актуальна. И сегодня люди с ВИЧ чувствуют себя порой изгоями. И сегодня нужно рассказывать об этом заболевании, нужно пояснять, как заражаются, как лечатся и как живут эти люди. Скажите, это дата 1 декабря. Традиционно какие-то мероприятия проходят? То есть все равно что-то особенное в этот день происходит наверняка? Ну, если мы не будем говорить уже о международном уровне, то если мы будем рассказывать о истории этого, скажем, дня в нашей стране, то за последние 4 года в этот день проводится акция СОПСИЧ-СПИД. Это информационно-просветительская акция, которая проводится фондом социально-культурных инициатив при поддержке огромного количества государственных, негосударственных учреждений, министерств и ведомств, коммерческих, некоммерческих организаций, волонтерских организаций. Основная цель – донести достоверную информацию до населения о вопросах распространения ВИЧ-инфекции, дать людям достоверную информацию о способах профилактики этого заболевания и обсудить актуальные вопросы раннего выявления и лечения этого заболевания. Потому что вот именно раннее выявление и лечение – это один из таких фундаментальных камней, на котором будет строиться здание борьбы с этим заболеванием. То есть то, без чего победить заболевание, будет просто нереально. Ну, зато мы тоже эту мысль не раз повторяли в программе. Я понимаю, что, наверное, где-то и на ваших глазах это произошло, когда лечение, когда препараты, которые могут получать совершенно бесплатно люди с ВИЧ, помогают им жить и жить полноценно, заводить семьи, рожать детей, ну, то есть продолжать жить и самое главное – жить, действительно. И вот это произошло. Да, мы все помним какие-то кинофильмы, да, я вот часто думаю об этом. Ведь какое количество фильмов, да, кинофильмов, где герои, да, заболевают, там, ВИЧ-спит, да, и мы видим, какая там мучительная, действительно, да, там история, это с мучительным финалом. И теперь, сегодня современность – это лекарства, которые помогают людям полноценно жить. Скажите, как сегодня, если мы говорим о России, обстоят дела с распространением ВИЧ-инфекции? Ну, на самом деле, в России, если мы будем оценивать ситуацию на протяжении нескольких лет, сейчас наблюдается некоторая стабилизация эпидемического процесса. За последние три года происходит снижение количества выявленных новых случаев. И это хорошо, то есть это говорит о том, что темпы распространения заболевания в обществе снижаются. Безусловно, заболеваемость еще высокая. Безусловно, есть еще над чем работать. И прежде всего, это, наверное, информирование населения, вот о чем мы с вами говорим, о путях профилактики. Ведь самое главное при заболевании, которое невозможно полностью излечить, это его предотвратить. И если мы будем основываться только на цифрах статистики, мы можем утверждать, что да, у нас получается на сегодняшний день приостановить развитие этого заболевания. Да, количество новых случаев ВИЧ-инфекции в нашей стране, да и в нашем крае, оно снижается. Где-то в каких-то регионах нашей страны быстрее, где-то медленнее. Но, тем не менее, положительная тенденция намечена. То есть нам нужно продолжать реализовывать нашу государственную стратегию, которая была принята в 2016 году. Нам нужно продолжать, возможно, если не столько, что может еще больше усилий прикладывать для реализации основных мероприятий этой стратегии. И тогда, я думаю, что спустя, скажем, 10, 15, 20 лет мы сможем выйти на тот уровень, когда ВИЧ-инфекция будет достаточно контролируемым заболеванием. Количество новых случаев ВИЧ-инфекции будет значительно ниже, чем это сегодня. У нас не будут рождаться дети с ВИЧ-инфекцией. Ну и, собственно говоря, мы тогда сможем сказать, что да, у нас есть определенные победы в войне с этой болезнью. Но пока мы говорим только о стабилизации ситуации. Это, я уже услышала, да, Ставропольский край, как Россия, тоже примерно такая же картина, да, то есть некое снижение. Заболеваемость у нас ниже почти в два раза, пораженность в четыре раза ниже. И динамика у нас действительно напоминает динамик, который мы сейчас наблюдаем по России. У нас на протяжении уже трех лет количество новых случаев не увеличивается. Оно постепенно снижается. То есть если мы возьмем показатель заболеваемости, он был, например, 3,8, сейчас 30,8, сейчас 30,2, то есть сказать, что значительно нет. Но, тем не менее, учитывая, что три года... Нет, но это вопрос из каждого человека важна, да? Согласен, но учитывая, что три года мы уже не видим рост, а в предыдущие периоды мы наблюдали, например, рост того показателя в полтора, в два, в два с половиной раза от года в год этот показатель рос. То мы можем говорить о том, что да, и мы получили определенные положительные результаты по профилактике. Да, и сколько я не слушаю, и сколько новой информации я не получаю, я понимаю, что действительно многое, если не все, зависит от нас самих вот в этом вопросе. То есть чем больше мы задумываемся о своем здоровье, тем, наверное, тем больше шансов у нас не заболеть. И именно поэтому мы решили обратиться к жителям нашего города, нашего края. Наши корреспонденты вышли на улицы Ставрополя, чтобы узнать, опасаются ли жители краевого центра и гости нашего города ЛИЧ-инфекции, и знают ли они, кто находится в группе риска. Давайте посмотрим. ВИЧ-инфекция является угрозой лично для тебя? Ну, да, я думаю, что да. Почему так считается? Ну, ведь можно везде ее подцепить. Абсолютно везде даже, ну, если я не ошибаюсь и правильно понимаю, то ее можно подцепить даже там, если на маникюре, да, если плохо обрабатаны инструменты. Для меня лично нет. Почему так считаете? Я за безопасный секс. Инфекция является угрозой для вас? Конечно. Почему так считаете? Ну, это угроза здоровья, прежде всего. Конечно, является. Почему? Ну, потому что как угроза? Потому что человек, если ВИЧ, значит, он другому человеку передает, это все передается. Что входит в группу риска заболевших СПИДом? Это люди, я так думаю, которые не предохраняются. Наркоманы, какие-нибудь алкоголики, кто ведет разгульный образ жизни. Но в основном только молодежь надо. Да, вообще-то СПИД, конечно, передается не только половым путем, но и через кровь. Поэтому нужно пользоваться одноразовыми шприцами и так далее. Ну, как мне кажется, да, ну, мы услышали ответы тех людей, которые попались нам на улице. В принципе, мысли здравые, конечно, да. Мы видим, что люди понимают, что риск есть, и большинство осознает это. Самое главное, что они помнят о наличии этого заболевания, это уже хорошо. Да, это важно, потому что много новых у нас инфекций появляются, которые могли немножко... Был период, мы забыли об этом заболевании. И нам пришлось напоминать населению о том, что это заболевание, мало того, что существует, оно продолжает забирать все больше и больше жизни молодого населения. Это был тяжелый период в истории здравоохранения. Хорошо, что сейчас люди уже помнят, что такое заболевание есть, что оно опасно. Помнят, да. И да, мы услышали, есть свое мнение по поводу того, кто может заболеть. У меня и к вам вопрос. Скажите, вот, если можно нарисовать некий усредненный портрет, да, ВИЧ-инфицированного в России, кто чаще заболевает, кто чаще становится носителем ВИЧ? Ну, основываясь на статистике 2019 года, портрет выглядит следующим образом. Это мужчина или женщина в возрасте от 30 до 40 лет, чаще всего социально адаптированно, чаще всего ведущий активный образ жизни. То есть это очень усредненный портрет любого, наверное, жителя нашей страны в возрасте от 30 до 40 лет. То есть речь не идет, внимание, да, вот, ох, какое большое количество людей считают, что это люди вот из группы риска, это те, кто, ну, не знаю, у тех, у кого и так в жизни не все в порядке, да, неблагополучные какие-то люди, но нет. Ну, у нас действительно существует такое понятие группа повышенного риска, и туда действительно входят те категории, которые вы перечислили, но теперь у нас еще понятие уязвимые есть группы населения. И вот, например, к уязвимым группам населения относятся молодежь, относятся беременные. То есть, казалось бы, вот люди, не имеющие никакого отношения к аморальному поведению, вот в глобальном смысле, но, тем не менее, это группы, которые относятся вот именно к группам риска. К уязвимым группам, к группам риска относятся люди, потребляющие наркотические вещества, люди, ведущие там, или практикующие коммерческий секс. А вот уязвимые группы, да, уязвимые группы, смысл этого выражения поменялся. Именно поэтому, именно поэтому, друзья, даже если вам кажется, что вас это не коснется, регулярно сдавать тест нужно. Рекомендуется, безусловно. Да, потому что мы говорим... Сдали и спим спокойно. Лучше быть уверенным в своем здоровье, чем тешить себя надеждами и иллюзиями, что у меня все хорошо. Не самая страшная процедура сдать тест? Абсолютно. Потому что, когда болезнь начинает проявляться, порой это уже поздно. И вот, скорее всего, люди обратят на это заболевание уже на стадии близкой к спиду. Вот, об этом я и хотела поговорить. Симптомы. Или даже, знаете как, вот может ли человек как-то определить для себя, что он мог заразиться ВИЧ, понять, да, что риск есть? Или даже действительно какие-то симптомы ощутить уже? Если мы говорим о риске, здесь все достаточно просто. Существует понятие рискованной формы поведения. Для ВИЧ-инфекции это употребление наркотических психотропных препаратов инъекционно или вступление в половые отношения с представителями своего или противоположного пола без использования презерватива. То есть незащищенные половые отношения. Если это происходит регулярно, периодически, эпизодически, неважно, человек находится в зоне риска. Чем чаще происходят с ним такие ситуации, тем большим риски он находится. Поэтому, если у человека были подобные ситуации, то есть он вступал с кем-то в отношения, контакт был незащищенный, или он употребляет инъекционные препараты, наркотические или психотропные, которые ему не рекомендовал врач, который относится к группе психоактивных веществ, незаконный оборот которых запрещен. То есть нужно обязательно обследоваться на ВИЧ. Если, допустим, человек понимает, что мог произойти какой-то контакт или какая-то инъекция, спустя какое время есть смысл сделать тест? Когда вот есть уже возможность выявить ВИЧ? Ну, если такой контакт был и риск был реализован, то спешить уже, собственно говоря, некуда. У человека два возможных варианта развития событий. Вариант первый – он будет продолжать чувствовать себя хорошо, и спустя 2-3 месяца при обследовании на ВИЧ у него будет выявлено заболевание. Вариант второй, который, наверное, в 50% случаев реализуется. Человек, ну, скажем, в ближайшее время, в течение ближайшего месяца-полутора обнаружит у себя какое-то странное заболевание. Оно может быть похоже на простудное заболевание, на кишечную инфекцию, на какую-то инфекцию, сопровождающуюся сыпью. Может быть, просто головная боль, суставные, мышечные боли. Это будут не специфические проявления. Это будут проявления заболевания, которые человек может списать на простуду, иногда, может быть, даже на пневмонию, а иногда, может быть, на болезнь суставов, а иногда, может быть, на аллергию. Вот все это в совокупности с риском, который недавно был реализован, может являться первыми признаками проявления ВИЧ-инфекции. И вот тогда человек должен действительно задуматься, у меня было рискованное поведение, у меня сейчас есть какое-то непонятное для меня заболевание, которое по срокам укладывается в ближайший месяц. Нужно идти обследоваться. Где? Где можно сделать тест? Где можно проверить свой статус? На сегодняшний день обследоваться на ВИЧ можно в любом государственном учреждении здравоохранения Ставропольского края бесплатно. Обследование может проходить как по предъявлению паспорта конфиденциальное, то есть когда регистрируется фамилия, имя, отчество, обследуемое, записывается его адрес, так и анонимно. И причем оба этих варианта обследования, они являются законными. И в любом учреждении здравоохранения Ставропольского края государственном они реализуются. Можно обследоваться и в центре СПИД. У нас два учреждения, которые берут кровь и выполняют анализ. Это в городе Ставрополь или в городе Кисловодске. У нас есть две лаборатории в Петровском, Кировском районе, но это только лаборатории, и они выполняют результат анализов. Там забор крови осуществляется в других медицинских организациях. Но тем не менее у человека есть возможность в любом фактически населенном пункте края, в любое время, скажем, в рабочем, обследоваться на ВИЧ и получить результат в течение двух-трех дней. А если человек, который сдал тест, выяснилось, что тест положительный, что дальше? Дальше отработанная процедура постановки на учет. Человек должен обратиться в центр СПИД по месту жительства. Диспансерное наблюдение осуществляется у нас в городе Кисловодске и в городе Ставрополь. Он приходит с документом, удостоверяющим личность, чаще всего это паспорт, берет с собой СНИЛС, полис нам не нужен, потому что это все осуществляется бесплатно, не по страховой медицине, и становится на учет. Единственным условием нужно, чтобы человек был зарегистрирован постоянно или временно на территории Ставропольского края. Ну вот пока, в соответствии с действующими нормативными документами, это обязательно условие. Приходит, становится на учет, в этот же день у него берут дополнительные анализы, чтобы определить, насколько активный вирус и насколько уже изменен иммунитет человеков, какой зоне риска по развитию других заболеваний он находится. И когда получаем результаты этих анализов, человеку назначается терапия. Сейчас мы придерживаемся мнения, собственно, во всей стране, все медицинское сообщество, что лечение нужно назначать сразу. Как только человек обратился, как только он встал на учет, неважно от того, как он себя чувствует. Чем раньше будет начато лечение, тем человек более полноценную жизнь может прожить, тем меньше риск, что у него разовьются какие-то заболевания, в том числе, которые приводят к развитию СПИДа. Я так понимаю, бывает сложно. Да, по опыту мы уже общались с вашими коллегами, да, мы говорили об этом. Как иногда сложно объяснить человеку, у которого ничего не болит пока, который не ощущает никаких симптомов, а тест оказался положительным, как иногда сложно доказать, что лечиться уже нужно. Есть такая проблема, да? Да, безусловно, эта проблема очень остро стоит не только в нашей стране. Это в целом проблема характерна для любого человека, который сталкивается с подобным заболеванием. Как объяснить человеку, который чувствует себя хорошо, который не ощущает проявления заболевания, что лекарства нужно принимать ежедневно и на протяжении всей жизни. И цена такого регулярного лечения – это продление его жизни, которое на сегодняшний день ему кажется абсолютно безоблачной, в ближайшей, да, отдаленной перспективе тоже. Человек в этот момент не задумывается, что сегодня он является источником инфекции, что он точно так же может являться причиной заболевания другого человека. Если это женщины, женщина должна прекрасно понимать, что она сегодня должна начать лечиться, чтобы потом у нее родился здоровый ребенок, не больной ВИЧ-инфекцией. Ну, это бывает очень сложно сделать. Это одна из самых сложных, пожалуй, проблем в работе с людьми, у которых выявилась ВИЧ-инфекция. Чаще они начинают лечение, когда заболевание уже проявляется. Они создаются, когда появляются симптомы, и тогда уже начинают лечиться. Да, и потом, опять-таки, эти пациенты, они начинают лечение, и как только возникает стабилизация процесса, на протяжении нескольких лет они себя чувствуют удовлетворительно, они, опять-таки, забывают, для чего они пили эти препараты, они не верят, что эти препараты могут предотвратить в дальнейшем ухудшение их самочувствия, и опять бросают в некоторых ситуациях принимать препараты. Что вдвойне удивительно, потому что, еще раз хочется мне это подчеркнуть, все препараты выдаются бесплатно. Абсолютно все препараты. Человек не тратит на это деньги, да, иногда жален потратить времени, насколько я знаю, приехать и получить лекарства, да, то есть вот я себя чувствую хорошо. Мотивация бывает самая разная, то есть начиная действительно от того, что у меня нет времени, то есть я не считаю необходимым выделить время, вот даже так сформулирую. У меня есть более важные дела, чем сейчас ехать, получать лекарство от болезни, которое меня сегодня не беспокоит. Это действительно так. А препараты выдаем мы абсолютно бесплатно, причем вся линейка препаратов, которая у нас зарегистрирована в стране, она вся предоставляется пациентам. В зависимости от того, какая стадия заболевания, какие проявления, как протекает терапия, насколько терапия, которая сейчас назначена пациенту эффективна, то есть у нас огромный арсенал сейчас препаратов, поэтому любому пациенту можем подобрать качественную терапию. И все же, да, мы со странной ситуацией сейчас сталкиваемся, кому-то совершенно не страшно, да, в том числе тем, кто вот уже заразился, но симптомов нет, но все-таки мы вот, да, если вернемся к нашему опросу проведенному, люди знают о том, что есть такая инфекция, и люди боятся. И, наверное, в этом случае страх – это хорошо. Пусть лучше немножко побаиваются, да, и тогда уже отсюда будут какие-то соответствующие действия, да, где-то защищаться больше. Но, с другой стороны, страх перед ВИЧ-инфекцией иногда порождает всевозможные слухи, домыслы, мифы, ну, просто нереальные. Вот я о некоторых хотела бы с вами поговорить, чтобы вы разъяснили нашим зрителям. К примеру, есть распространенный миф о том, что укусы комаров могут принести к заражению ВИЧ. Ну, одним из доказательств, скажем, для опровержения этого мифа существует тот факт, что не было ни одного случая, доказывающего, что укус комара привел к заражению ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфекция, как и все инфекционные заболевания, характеризуется тем, что для реализации заболеваний, то есть чтобы заболевание развилось, необходима не единичная вирусная частица, скажем, их ни две, ни три, а определенное количество. Вот насекомое, в том числе комар, не может столько передать, даже если его раздавить в ране. Ну, вот так вот сложилось. То есть при укусе комара не происходит инфицирование, потому что не помещается, скажем, столько вирусных частей. Комаров бояться не стоит. Комаров бояться не стоит. Раздражают, конечно, но не сильно страшно. Надо бояться не комаров, так сказать. Вот почему-то да, комаров мы боимся, да. Комаров мы готовы их уничтожать, да. А вот остальные ситуации рисковые как-то так допускаем. Есть еще один миф, что можно заразиться ВИЧ при занятиях спортом. Ну, я понимаю, что это имеется в виду, да, наверное, спортивные залы, да, где там, ну, якобы... Ну, здесь необходимо, конечно, разграничить. Если мы говорим спорт как фитнес, то есть когда мы приходим в спортзал, общий зал, где все пользуются одними и теми же спортивными снарядами, беговые дорожки, штанги, гантели, то ВИЧ таким контактным способом не передается. Если мы говорим о каких-то единоборствах, где спорт сопряжен с контактом с кровью соперника, здесь да, но, насколько мне известно, в этих ситуациях все эти спортсмены, они обследуются не только на ВИЧ-инфекцию, но и на другие заболевания, потому что действительно контакт с кровью, особенно если это происходит во время каких-то спортивных соревнований, тем более боевых искусств, вот здесь абстрактно, конечно, можно предположить, что риск существует. Но на этот риск действительно профессиональные спортсмены не идут, а спортсмены-любители просто должны знать, что такой риск существует, но и аккуратнее относиться к этому. То есть если вы хотите заниматься именно таким жестким видом спорта, то, может быть, было бы неплохо как-то заниматься это в официальных секциях, где здоровью спортсменов уделяется большое внимание на профессиональном уровне. Кстати, вот о передаче «Бытовым путем», почему, да, вот мы говорили сегодня, что люди с подтвержденным диагнозом часто чувствуют себя изгоями в обществе, там им лишний раз руку не подадут, да, или уж тем более, там общими вещами, общей чашкой, не дай бог, там где-то не соприкоснуться, да, немножко бояться. Вот этот бытовой, тот самый бытовой путь. Ну, многие верят, что возможно так заразиться. Ну, понимаете, в вопрос верят, и в вопрос имеют доказательства. Это несколько из разных областей, то есть мы не имеем доказательств. Мировое медицинское сообщество не имеет доказательств того, что где-то такой путь был реализован. Не существует ни одного нелитературного, скажем, источника, который описывал бы подобную ситуацию. На сегодняшний день официально в любой стране, когда проводятся мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, людям объясняется, что бытовым путем ВИЧ-инфекция не передается. Мы имеем в виду бытовой путь. Это что? Использование одного полотенца, использование одной кружки вилки. Конечно, возникают вопросы, а если у человека, например, вырвали зуб, и он пил из этой кружки, и все, вот такие вот иллюзии, фантазии, ну, мы вот оставим для фильмов ужасов. И даже если кашинул, чихнул, есть еще такое, ну, хорошо, ладно, коснулся, ничего. А если чихнул на меня? Нет, ну, это не респираторно. То есть у каждой инфекции есть свой путь передачи, поэтому ВИЧ-инфекция так не передается, а коронавирус так передается. Мы иногда, вот да, у нас тут все стирается, все смешивается в одно, да? Да, у каждого, скажем так, инфекционного заболевания есть строго граничные пути передачи. И они изучены, и на доказательном уровне проведены исследования, как может передаваться инфекционное заболевание конкретно, как не может. ВИЧ-инфекция не может передаваться вот таким простым бытовым контактным путем. Мы уже сегодня это говорили, ВИЧ-инфекция неизлечима, да, но сегодня это хроническое заболевание, которое при должном лечении, да, позволяет человеку жить нормальной жизнью. Это так называемые антиретровирусные препараты, да, такое сложное, длинное слово. Насколько они сегодня эффективны? Много ли их нужно? Раньше я знаю, прям, мы уже обсуждали это, то есть количество даже сокращается сегодня препаратов, правильно, которые нужно принимать? По современным схемам необходимы хотя бы три препарата. То есть стандартной схемой является три препарата. Уж сколько таблеток человек будет принимать, зависит от формы выпуска этих лекарств. Но если мы говорим именно о лекарствах как наименованиях, о лекарствах как вещества химических, то три химических вещества определенного класса будет достаточно для того, чтобы человеку подобрать терапию. Существует несколько классов химических веществ, в рамках которых те или иные препараты выпускаются. Если терапия не действует, а это можно узнать по анализу крови, когда мы проверяем активность вируса и состояние иммунитета, человеку заменяется один или два компонента этой схемы, что, в общем-то, приводит к повышению эффективности назначенной схемы. И вот таких замен в жизни может быть достаточно много. Самое главное, чтобы они происходили своевременно. Для этого люди, которые находятся на терапии, должны приезжать к нам в центр 3-4 раза в год, сдавать кровь, и по результатам этих анализов мы контролируем эффективность проводимой терапии. Если все хорошо, человек продолжает принимать эту терапию. И принимать он ее может несколько лет с высокой эффективностью, не требующих замены препаратов. Действительно, существуют сегодня различные комбинации в одной таблетке, и такие препараты у нас тоже начинают появляться в стране, и вопрос только в их доступности. Но такие препараты есть. Смысл только комбинация. То есть там нету каких-то новых препаратов, комбинируется несколько химических веществ в одной таблетке. Те же самые, что человек мог принимать отдельно, просто принимает один раз в день. Это удобнее, скажем так, это может быть не так наглядно, если у человека ограничен во времени, что он не может принимать постоянно. Может просто забыть, да? То есть, ну, может просто забыть и забыть, это человеческий фактор, да? Тут чем реже принимать, В основном это удобство. Пропустить, да, да, да. Это удобство. А если мы говорим, что человеку удобнее, вероятность того, что он будет пропускать, уменьшается. Человек пьет препарат регулярно, соответственно, эффективность проводимой терапии высокая. А правда ли, что в этом случае, если человек принимает эту антиретровирусную терапию, он не только сам продолжает полноценно жить, но и становится, скажем, безопасен для окружающих. Я имею в виду, что вирус уже не так активен в его организме и даже при контакте с кровью может не заразить, в том числе, допустим, ребенка. Ну, когда человек принимает все эти препараты, действия всех препаратов направлены только на одно – не дать вирусу размножаться. Чем меньше вирус размножается в нашем организме, тем меньше проявление этого заболевания и тем меньше этот вирус может влиять на иммунитет. Поэтому, если терапия подобрана хорошо, вирус размножается с большими сложностями и его содержание в организме значительно уменьшается. Действительно, говорят о уменьшении риска заражения в таких ситуациях. Но при этом все-таки рекомендуем использовать и презерватив при половых контактах и обязательно рекомендуем, если что-то не может воздержаться, то индивидуальные шприцы, потому что низкий риск – это не значит его полное отсутствие. Даже если риск будет составлять одну тысячную процента и кто-то при этом заболеет, вот для этого человека конкретно риск будет стопроцентно реализован. Лучше не рисковать. Мы сейчас 2020 год, год особенный. Мы попали в ситуацию все. Для нас незнакомую ситуацию, связанную с коронавирусом, и самоизоляция. Мы все переживали не в лучшие времена. И, конечно же, люди, носители ВИЧ, наверное, беспокоились едва ли не больше других. Скажите, как ВИЧ-инфицированные защищаются от вируса, вызывающего ковид? Ведь они, получается, тут тоже в зоне риска, правильно? Ну, если судить по публикациям, которые уже имеются у нас в сети интернет, по наблюдениям, которые ведутся с начала эпидемии ковида, а ведь это не так давно, это всего лишь год прошел, то повышенного риска заражения или какие-то особенности при протекании заболевания у ВИЧ-инфицированных, которые находятся на терапии, нет. То есть они точно так же в такой же зоне риска, как люди без ВИЧ. И точно так же для них является принципиальным наличием еще других заболеваний, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний легких, для того, чтобы именно ковид представлял для них угрозу. Если человек с ВИЧ-инфекцией принимает препараты, лечение для него эффективно, он в такой же зоне риска, как человек без ВИЧ-инфекции. Проблема может быть у людей, которые не лечатся. Проблема у людей, если он не лечится, то значит его состояние иммунитета значительно хуже по сравнению с людьми, которые находятся на терапию. И значит еще большее подавление, скажем, этого иммунитета за счет того же ковида может привести к развитию, может быть даже не осложнение ковида, а вот как раз тех заболеваний, которые характерны для пациентов с ВИЧ. И вот здесь смерть наступает не потому, что у человека был ВИЧ, а потому что у него был ВИЧ нелеченный. То есть здесь такая особенность. А у пациентов, которые находятся на терапии, в эффективной терапии, и риск заболевания, и протекание процесса, такой же, как у всех остальных. Я не могу не спросить, в период пандемии, да, вот в период самоизоляции, не ухудшилось ли оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным? Ведь им нужно регулярно обследоваться, им нужно регулярно появляться у вас, да, допустим, регулярно получать эту самую терапию. Все, работали в полном объеме, работали как всегда? Да, мы работали в полном объеме. У нас еще в 2018 году была разработана маршрутизация. Она была разработана не под ковидную ситуацию. Это была маршрутизация, которая предусматривала и случаи обследования пациентов, которые не могут в настоящее время прибыть в Центр СПИД для обследования. Для этого у нас отработан механизм, когда человек по месту жительства обращается в свою поликлинику, в лечебное учреждение, там производится забор крови, и кровь доставляется в нашу лабораторию. По результатам этих анализов можно сделать вывод об эффективности проводимой терапии и даже откорректировать терапию. Лекарства точно так же, в случае, если человек не может явиться, могут передаваться у нас через уполномоченных лиц в лечебное учреждение. То есть человеку не надо ехать через весь край в Центр СПИД. Он может это все при оформлении документов получать у себя в поликлинике. Нужно только определить доверенное лицо, кому именно этот человек доверяет. Потому что это же сопряжено еще и с информацией в наличии у этого человека ВИЧ-инфекции. Здесь необходимо оформить ряд документов. И самое главное, чтобы человек понимал, через кого будут передаваться препараты, и кто по факту будет знать о существовании этого заболевания. И все. У нас пациенты получали терапию, ни у кого терапия не была прервана. Всем проводилось необходимое обследование. Мы работали постоянно, мы не закрывались на карантин. Поэтому оказание медицинской помощи осталось на прежнем уровне. И ковидная ситуация никак не повлияла на оказание помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией. 2020-й суровый заканчивается. Я уверена, что вы тоже какие-то планы, какие-то цели ставите себе на наступающий 2021 год. Вот что, какие главные задачи, наверное, вы ставите перед собой, перед Центром? Мы уже действительно обдумывали ситуацию, что нам предстоит сделать в 2021 году. Мы, безусловно, продолжим ряд профилактических мероприятий. И наша профилактика будет охватывать все население Ставропольского края. Мы будем доносить информацию не только о мерах профилактики ВИЧ-инфекцией, но также о необходимости раннего выявления. Потому что именно раннее выявление это будет, наверное, нашей основной задачей в 2021 году. Раннее выявление и раннее назначение препаратов. Люди, чаще всего, вы абсолютно правы это подмечали, обращаются за медицинской помощью, когда заболевание уже начинает проявляться. А порой это уже поздно для того, чтобы сохранить человеческую жизнь на достаточно долгое время. Поэтому раннее выявление, раннее назначение препаратов, удержание пациентов на терапии и, безусловно, донесение информации до населения Ставропольского края о распространенности заболевания, о рисках получить это заболевание, ну и способов профилактики. Нам нужно быть максимально открытыми к этой информации. Мне так нравится эта фраза «Знаю, значит, живу». Знаю свой статус, значит, буду жить дальше. Даже если этот статус положительный. Знаю, что люди, которые окружают меня вокруг, даже если они ВИЧ-инфицированы, знаю, что они безопасны для меня, я спокойно живу, и спокойно живут эти люди. Согласен. Я очень, я хотела бы обратиться к нашим зрителям, насколько важно знать, быть открытыми к этой информации, прислушиваться. Если где-то вы видели какую-то, не знаю, статью, я уверена, распространяются всевозможные буклеты, и эта информация в открытом доступе, почитайте, знайте больше, тогда, поверьте, у вас будет больше шансов жить без ВИЧ. На сайте есть информация. Можно обратиться на сайт Центра СПИД, получить достоверную информацию. Единственное, конечно, не верьте слухам, не верьте фейкам, не верьте в отрицание ВИЧ-инфекции и берегите свое здоровье. Да, спасибо вам большое. Вам спасибо. Я напомню, моим собеседником сегодня был главный врач Ставропольского краевого центра СПИД Денис Штанев. Еще раз большое вам спасибо, Денис Владимирович. Вам спасибо. Еще удачи и до встречи в эфире. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин